Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Чайпашки Ниндзя Легенды. Играем мы сегодня составами от подписчиков испытания День Дони. Пятеро подписчиков написали свои составы именно для этого испытания. Здесь ограничено количество героев. Тем не менее, первый написал подписчик с ником Мистер Фломастер. И попросил для этого испытания взять Бакстера Муху, Супер, Эйприл Анил, Железную Голову, Вот, Доктора Роквелла и Бакстера Стокмана. К сожалению, Бакстера Стокмана в этом испытании... А, прошу прощения, не увидел его. Участвует, участвует. Я подумал, что не участвует. Итак, вперед. Вперед. Вот, к сожалению, в этом испытании 8 вол, только 5 испытаний от подписчика. Поэтому для последних эпизодов я возьму свой состав. Ну, а пока понемножку выбиваем крыс. Метает Бакстер Муха кислоту. Удалось уничтожить. Удар телекинеза от Эйприл Анил. И очередной Кирилл Крэнк повержен. Кроме того, метает колющее-режущие предметы. Доктор Роквелл и первая волна Смекина. Супер. Переходим ко второй. И железная голова пытается поджарить Эйприл Анил при помощи своего огнемета. И это довольно-таки здорово у него получается. Вот, кроме того, вот, выпускает Маусер Бакстер Стокман. Удар, взрыв и враг повержен. Ну что же, неплохо мы справились со второй волной. Переходим к третьей. И здесь уже появляются черепашки. Итак, классический Донни. Донни из мультика. И Донни оригинальный. Вот, неплохо. Итак, Бакстер Муха пока подлечивает наш отряд. Здорово. Эйприл Анил метает веер и уничтожает одного из роботов-крэнгов. Супер. Доктор Роквелл воспользовался своими способностями. И у нас возникает психопузырь. Супер. Отлично. Кроме того, доктор Роквелл еще наносит удар телекинезом. Здорово. Отлично. Очередной враг остановлен. Кроме того, железная голова привлекает внимание, оскорбляя врагов и уменьшая их скорость. А точку в этом сражении ставит Бакстер Токман, выпуская ударную волну. Ну что же. Хорошая битва. Хорошая победа. Хорошая команда от подписчика. А мы идем с вами дальше. Итак, вперед-вперед. Получаем за победу в этом испытании добычу ДНК Донателло из фильма. Вот тоже приятно. Итак, следующая команда от подписчиков. И это Женечка Хромова. Попросила она взять Тигриного Когтя. Есть. Бакстера Муху. Отлично. Пульверизатора. Здорово. И Доктора Роквелла. Только четыре героя. Тем не менее, эта четверка без проблем, я думаю, справится со всеми врагами. Итак, вперед. Давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Ну что же, друзья. Итак, первым делом начнем с атаки Тигриного Когтя. Наносит очень мощный удар Мачеты. И большущий робот Крэнта уничтожит. Осталось у нас два белкоида. Но я не думаю, что они что-то делают. Вот удалось Бакстеру Муху кислотой уничтожить одного, а последнего уже уничтожает пульверизатор. Здорово. Итак, первая волна пройдена, и мы переходим к следующей волне. И что же нас здесь ожидает? Опять же, ожидает Доктор Роквелл. Вот, Железная Голова плюс два робота Крэнга. Давайте-ка, друзья, защитим свой отряд. Опять же, благодаря особой способности Доктора Роквелла и его Психо Пузырю. Вот, неплохо стреляет морозным бластером Тигриный Коготь, уничтожая одного из Крэнтов. Второго попытается уничтожить Бакстер Муха. Супер. А пульверизатор тем временем дразнит врагов вот такими вот забавными жестами. Супер. Ну что же, надо заканчивать с этой волной, и Доктор Роквелл забрасывает врагов ножами, кинжалами и сюрикенами. Супер. Вторая волна пройдена, а вот третья уже ждет довольно-таки серьезный сюрприз. Это команда Донателл, Донни Ведения, Донни Ролевой и Донни Космический плюс роботы Крэнгов. Но у нас есть Тигриный Коготь, который наносит массовый удар своим бластером. Удар, взрыв, и вот третья волна просто сметена шутя благодаря Тигриному Кохню. Супер. Ну что же, хорошая битва, хорошая победа, и мы идем дальше с вами, с командами от подписчиков. Итак, друзья, в этом состязание 7 эпизодов. Я ошибся, не 8. Тем не менее, берем следующую команду. А следующая команда от Никиты Чеснокова. Попросил он для этого испытания взять все Микеланджелы. Вот, не уверен я, друзья, что здесь вообще есть Микеланджело. Извини. Вот, Никита Чеснокова здесь не играет Микеланджело. Микеланджело здесь, вот, довольно-таки ограничено количество героев. Ну что же, берем следующую команду от подписчика с Нико Обзор Оверлорда. И он попросил, чтобы я взял Тигриного Когтя, Доктора Роквелла, Мутагеноида, Бакстера Стокмана и Эйприл Анил. Вот, хорошая команда. Итак, вперед, друзья, давайте-ка сразимся и посмотрим, насколько хороша будет эта команда. Вот, рассчитывал я, друзья, что будет 5 командов с подписчиков, получается только 4. Вот, и давайте-ка, друзья, сразу же начнем с массовой атаки. Тигрин и Коготь вот так стреляют в бластер и сметают первую волну. Вот, просто супер. Вот, переходим ко второй, здесь уже команда посильнее и воспользуемся особой способностью Доктора Роквелла, защитим наш отряд психопузырем. Супер. И попытаемся выбить вражеского хила Эйприл Анил. Удар телекинезом и враг повержен. Супер. Наша Эйприл тем временем пытается подлечить наш отряд. Здорово. А Мутагеноид идет в атаку. Удар ладонями. Вот такой хлоп-хлопок. И вы видели, как забавно удалось уничтожить человека-гриба. Вот, Бакстер Стокман атакует ракетами, уничтожая. Вот, кто это был, кстати, у нас, по-моему, это был Макмен. Добивает Мутагеноида Тигрины Коготь, а Доктор Роквелл ставит точку в этой волне. Вот, супер. Итак, вторая волна пройдена, и мы идем к третьей волне. Посмотрим, кто здесь нас ожидает. Итак, Донни из фильма, Донни из мультика и Донни оригинальный. Метает веер Эйприл Анил, уничтожая оригинального Донни. Стреляет морозным пистолетом Тигрины Коготь. Выбивая одного из гигантских роботов Крэнгов, а точку поставит Мутагеноид ударом ладоней и вызывая массовый урон. Итак, здорово, друзья. Идеальная победа, хороший бой, и мы переходим к три четвертому эпизоду. Вот, отличнейшая команда. Итак, кто же написал свою команду? Дальше это Андрей Хромов. Попросил Андрей, чтобы я взял всего три героя. Эйприл Анил, вот Бакстер Стокман и Доктор Роквелл. Вот, по-моему, неплохая команда. Посмотрим, как они сумеют справиться втроем. Хотя, я уверен, у них все получится. Итак, Эйприл при помощи телекинеза пытается уничтожить одну из крыс. Удар разумом проходит. Здорово, крыса уничтожена. Доктор Роквелл пытается уничтожить вторую. Вот, замечательно. И Бакстер Стокман ракетным ударом уничтожает уже третью. Супер, неплохо мы справились пока. Вот, с первой волной. Переходим ко второй. И удастся ли Эйприл Анил при помощи веера уничтожить пульверизатор? Удар есть. Враг повергнут. Кроме того, Доктор Роквелл собирает колюще-режащее оружие, метает и сметает все на своем пути. Супер. Переходим к третьей волне. Опять же, куча Донателл. Классический, космический и видение. Но здорово, что у нас есть Бакстер Стокман. Он выпускает мастер, который взрывается и уничтожает все на своем пути. Ну что же, просто чудесно. Итак, третья волна пройдена на три звездочки. И наша награда ДНК Донателла Ролевого. Мелочь, а приятно. Итак, здорово, друзья. Впереди у нас еще три эпизода. К сожалению, закончились команды от подписчиков. Но вы видели, количество героев ограничено. Не все команды мы можем взять для этого испытания. Ну что же, тогда давайте-ка я соберу свой состав. Вот, причем, друзья, возьму его интересного. Вот, давайте-ка попробуем взять состав с положительных героев и с отрицательных. Хотя положительных здесь только трое. Вот, железная голова, Эприл, Анил и Пульверизатор. Остальные негативные герои. Ну, тогда давайте-ка возьмем тройку вот эту положительных, потом тройку отрицательных. Хотя, вот для последнего испытания, давайте-ка я возьму, вот для двоих последних, троих, пятерку негативных героев. Ну, а пока, надеюсь, вот тройка положительных справится. И так, в этом испытании 4 волны. Вот, достаточно серьезный будет бой, потому что массовый урон может делать только железная голова вот ракетным ударом. Возможно, друзья, стоит прокачать атаку, чтобы нашему отряду было легче. И пока, давайте-ка я приберегу массовый урон железной головы. Вот, для второго, либо для третьего эпизода. Вот, конечно же, здорово, что у нас есть Эйприл Анил, в случае чего она сможет подлечить отряд. И это очень здорово, когда в команде есть Хилл. Так, что сумеет сделать Пульверизатор? Попытается выбить одного из Белкоидов. Вот, здорово. И вот теперь настало время для ракетного удара железной головы. Вот, ракета из глаз, и вторая волна уничтожена. К сожалению, больше массовых атак нету, и здесь придется уже нам туго. Первым делом Эйприл попытается выбить вражескую Эйприл, не получилось. Вот, возможно, Пульверизатор справится. Есть. Пульверизатор запинал Эйприл. Железная голова тем временем оскорбляет врагов и привлекает внимание. Ну, конечно же, нам надо беречь Эйприл Анил, она Хилл, довольно-таки слабенький герой, поэтому ее надо беречь. Итак, пытаясь выбить Белкоида, вот неплохо справляется Эйприл. Пульверизатор тоже, вот, пытается запинать. Ну, что же, даже очень неплохо у него получилось. Остался Доктор Роквелл с железной головой, и железная голова на сей раз уже вражеская привлекает внимание, и нам придется пока выбивать этого врага. Кстати, давайте-ка на сей раз пусть Пульверизатор уже оскорбит врагов вот так. Отлично, атакуем. Да, вот удалось уничтожить вражескую железную голову. Доктор Роквелл еще пытается что-то защититься своим психопузырем, но Эйприл пытается его добить, не получилось. Возможно, все же стоит прокачать атаку, или об этом прокачиваем скорость. Нет, прокачана атака, удар железной головы, и Доктор Роквелл уничтожен. Переходим к четвертой волне, и здесь все непросто, друзья. Итак, попытаемся выбить Донни оригинального, удар веером Эйприл, и победа. Неплохо, кроме того, Пульверизатор пытается выбить очередного робота Крэнгов. Здорово, поджаривает железная голова Донни классического, и как-то неудачно. Хотя, вот, постепенно урон все же догрыз этого врага. Итак, супер, остался только Донни из фильма. Вот, бьет электрическим бо пульверизатора, а точку поставит железная голова своим ракетным ударом из глаз. Ничего себе, выжил Донни из фильма ненадолго. Эйприл его, вот, выбивает. Отличнейшая победа, хороший бой. Итак, пятый эпизод пройден. Остается у нас еще два эпизода. Ну, да, вот, добыча Донателла классический, что тоже очень приятно. Итак, друзья, для последних, вот, двоих эпизодов, давайте-ка я возьму команду негативных героев. Бакстер Стокман, Бакстер Муха, Мутагеноид, Тигриный Коготь и Доктор Роквелл. Хорошая команда, но очень, и хорошее испытание, но, видите, очень мало героев для этого испытания. Тем не менее, я уверен, что наша команда крута. Потому что все же у Бакстера Стокмана две массовые атаки. Да и, в принципе, вот, Роквелла, Тигриного Когтя, Мутагеноида тоже по массовой атаке, что здорово поможет. Плюс, если будут проблемы, вот, Бакстер Муха может подлечить. Удар кислотой, люди, грибы, выживают ненадолго. Массовый удар от Тигриного Когтя, который сминает просто и разрушает первую волну. Вот, неплохо. Переходим ко второму эпизоду. И здесь уже немножко посложнее. Давайте-ка все же я не буду, друзья, рисковать. И благодаря особой способности, вот, психопузырю Доктора Роквелла, у нас появляется дополнительная защита. А Бакстер Стокман выпускает ударную волну. Вот, ничего себе, просто уничтожает все на своем пути. И мы переходим к третьей волне. А вот здесь уже появилась команда девчонок. Эйприл Кунаичи плюс Синегами. Вот, опять же, для них сюрприз. Массовая атака от Мутагеноида. Вот, выживают враги, но здоровье на минимум. Итак, на более опасной, мне кажется, это все-таки Эпил Кунаичи. И Бакстер Муха кислотой ее выбивает. Супер. Вот, идет в атаку Тигриный Коглях. И с моим мечетом прорежает вражеские ряды. Супер. Ну и вот, добивающий удар в этой волне. Вот, удалось выбить Синегами. И мы переходим к четвертой волне, где уже целая крутая толпа Дони. Вот, Дони космические, видение ролевой и оригинальный. Вот, ну что же, тогда давайте пусть Бакстер Муха подлечит наш отряд. Восстановим и начнем понемножку выбивать врагов. Вот, кстати, Дони ролевой, мне кажется, наиболее опасный. Вот, попытаюсь его оничтожить в начале боя. Вот, хотя, давайте-ка, вот, да, давайте-ка добьем его ракетным ударом. Супер. Ну и вот, будем стараться выбивать остальных врагов, если будут массовые атаки. Не удалось справиться вот Мутагеноиду, но, возможно, точку поставит Доктор Роквелл. В кинжи и мечи наносят довольно-таки серьезный урон, но враг выживает. Ненадолго. Вот, пытался что-то сделать, Бакстер Муха не получил. Акстегриный коготь добивает Дони видения. Остался только Дони оригинальный, который идет в атаку, снимает все негативные эффекты. Но это уже поздно, потому что Бакстер Стокман выпускает Маусеров и добивает уже последнего врага, последнюю черепашку Дони оригинального. Здорово, друзья. Итак, идеальная победа, хороший бой. Проходим мы на три звездочки. Получаем награду Донателло оригинальный ДНК. И, друзья, финальный седьмой эпизод. Вот, не буду я менять команду, пусть вот такая остается. И в этом испытании целых пять волн. То есть, бой будет непростой. Вот, кстати, давайте-ка, наверное, массовые атаки я приберегу, потому что враг будет очень силен. Вот, видите, кислота мало нанесла повреждения. Вот, тем не менее, давайте-ка при помощи мечеты попробуем добить этого гигантского кренга. А, вернее, робота кренга. Плюс дополнительная защита не помешает. Вот, и пытаемся запинать просто тем, что у нас есть. Ракетный удар. Отлично. Убивает одного из роботов кренгов. Плюс еще мутагеноид метает вот какой-то шип. Потные на ладони, по-моему, называется этот удар. Ну что же, первая волна пройдена. Попытаемся справиться со второй волной. Не уверен, я удастся ли это. Итак, массовый удар от фигуриного когтя и его лазер. Вот, здорово. Нанес кучу повреждений. Осталось еще несколько врагов. Ну, я думаю, мы опять же сэкономим массовые удары. Вот, чем дальше, тем будет посложнее. Поэтому, я считаю, пока лучше сэкономить. Отлично. Вот, приберегу пока я ударную волну и удар Бакстера Стокмана. Вот, попытаемся просто вот такими вот ударами расчистить толпу. Итак, переходим к третьей волне. Опять же, роботы кренгов. Нет у нас сейчас массового удара. Вот, нету смысла лечить, значит, давайте-ка атаковать. Ничего себе, Бакстер Муха запинал одного из врагов. Тигринный коготь выбивает второго гигантского робота кренгов. А вот доктор Роквелл метает колюще-режащее оружие. Вот, супер. Итак, постепенный урон догрызает врагов. Но мне, опять же, друзья, жаль тратить массовую атаку. Вот, давайте-ка мы ее пророка приберегом. Приберегом. Приберегли, переходим к четвертой волне. И что же здесь у нас? И здесь целая толпа положительных героев. Сплинтер, Синегами, Кейси Джонс из мультика, Железная голова плюс Эйприл Анил. Ну, что я скажу, друзья? Давайте-ка попробуем выбить Эйприл Анил. Удар Макбаксера Мухи и оказался очень слабенький. Возможно, тигриный коготь сумеет. И он не сумел справиться. Итак, друзья, очень сильный враг. Но здорово, что у нас есть Бакстер Стокман. И он выпускает Маусеров. Вот, взрыв. Враг выживает. Но, тем не менее, Сплинтера удалось уничтожить. Здорово. Итак, Бакстер Мука выбивает Синегами. Тигриный Копгать добивает Кейси Джонса. А Мутагиноид пока, вот опять же, я приберегу его удар для пятой волны. Итак, друзья, полностью комплект Донателл. Донни оригинальный, Донни и Ведения, Донни ролевой, Донни мультика и Донни космический. Не хватает только Донни из фильма. И, посмотрю, друзья, какого еще Донни классического. Да. Вот, было бы семь героев. Так, пять. Итак, друзья, что мы можем делать? Конечно же, первым делом надо выбивать Донни ролевого. Очень сильный враг. Есть, друзья. И у нас есть ударная волна от Бакстера Стокмана. Супер. Удалось уничтожить Донни ролевого. Вот. И теперь остальных врагов я тоже мы сумеем уничтожить без проблем. Есть. Донни оригинальный добит. Прокачиваем дополнительную защиту. Не будем рисковать от Доктора Роквелла. Хотя, видите, он еще хочет атаковать. Ну, хочешь, атакует. Атакует. Вот. Супер. Космический Донни выбит. Осталось только Ведение плюс Мультик Донни. И Бакстер Муха подлечивает наш отряд. Метает ракеты Бакстер Стокман. Супер. Уничтожая Донни Ведение. И остается только Донни из Мультика. Тигрин и Коготь бластером наносят массовый урон. Но, опять же, Донни из Мультика выживает ненадолго. Точку ставит все же Мутагеноид. Итак, друзья. Просто-просто замечательная. Отличнейшая победа. Хороший бой. Победа на три звезды. И мы идем дальше с вами командами от подписчиков. Ну, в принципе, уже все команды сыграли. Вот. На этом сегодня я уже с вами буду прощаться. Итак, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ожидайте новых серий. Пишите в отзывах и комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно вашим отзывам и комментариям. Да, друзья. Под эти видео я буду брать команды для следующего испытания. Вот. Это у нас космические странности. Трое подписчиков оставили свои составы. Вот. А завтра, я думаю, уже я досниму. Вот. Выберу остальные. В этом испытании участвуют все герои. Поэтому, в принципе, можем брать команды без проблем. Итак, друзья. На этом сегодня все. Всем пока-пока. И чтобы, друзья, не пропустить ни одну серию. Нажимайте право в верхнем углу на колокольчик. Возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok